Доброе утро! Кто же ждет гостей в фестивале? На фестивале «Игры народов России» ждут игры, то есть традиционные игры различных народов. В Югре пройдет форум «Юграм многонациональный», в рамках которого «Игры народов России» будут дан старт именно от этого форума. И съедутся различные муниципальные образования, команды участниц, которые будут принимать участие в играх разных народов. А какие это народы? У нас будут игры «Русские игры», также «Марийская игра» и «Фино-Угорские игры». «Русские игры» — это игра «Рюхи», всеми известная русская древняя игра, где немножко сходство с городками, но она более исконная, более старинная. Это тоже очень интересно. «Фино-Угорские игры» — перетягивание палки на оленей шкуре и бег на камусных лыжах. Это традиционные лыжи, обшиты камусом, обшиты оленей шкурой, где участники попробуют, кто-то впервые, кто-то уже умеет пробежаться, либо пройти на этих лыжах. Ну, здесь осталось дождаться, чтобы к этим числам ноября у нас снег лег. Ну, а где он уже лег? Ну, думаю, что в этом проблем не будет. У нас все-таки северная территория. Дело в том, что на лесах происходить-то все это будет в Ханты-Мансийске. А где конкретная площадка будет, Константин? Основная площадка игр будет проходить возле центрального входа «Югора Классика», где и развернется все баталии, все игры именно будут на этой площадке. Открытая площадка. Это будет все в один день? Это будет все в один день. Кто будет принимать участие в этих соревнованиях? И заявки собирались заранее или до сих пор еще можно заявиться? И кто это должен был сделать? Объединение национальное, может быть, национальные и коммерческие объединения? Кто? Ну, в этих играх... Объединение спортсменов. В играх принимают команды муниципальных образований. Заявки, в принципе, уже все поданы. И все проявили активное желание, активное участие. И кто-то, если впервые выставлял команды в таких играх, звонили, консультировались и предоставляли своих участников для игр. В принципе, у нас уже сформулированы все участники и готовы приехать. А это муниципалитеты по одной команде? Да. Или это такое ограничение было? Ну, там у нас несколько... 22 муниципалитета, 22 команды? Да. Соответственно. То есть, если сейчас кто-то заинтересовался, он еще может поднять заявку или уже поздно? Конечно же, может. В любом случае, мы еще принимаем всех. То есть, да, всех муниципалов. Но, в принципе, уже все практически подали. Основные команды уже... Уже все сформированы. Конечно же, да. А по формированию команд, там были какие-то условия, что в состав команд не имеют права ходить, например, те, кто обладает какими-то спортивными званиями, спортивными достижениями высших категорий? Поскольку, ну, в какой-то из команд, например, это будут только представители, те, кто умеют петь, танцевать и занимаются фольклором. Ну, на самом деле, спортивных регалий мы не отслеживаем. И может принять участие как какой-то именитый спортсмен, так и обычный человек. Ну, естественно, все подходят разумно, чтобы какие-то игры где-то, возможно, нужна какая-то физическая подготовка. То есть, в принципе, у нас в Югре очень много крепких людей, которые не занимаются спортом, но в то же время являются довольно-таки активные и физически развитые, которые могут дать фору любому спортсмену, в принципе. То есть, это природная сибирская богатырская сила. Именно так. А вот что касается игр, может быть, поподробнее расскажем. То есть, городками все имеют, пожалуй, представление. Перетягивание палки, вот, причем это обязательно, что оно должно на оленей шкуре происходить? Да, конечно. Именно вообще традиционные игры, традиционные игры, они вот это перетягивание палки на игра в разных народах. То есть, финно-угорские игры используются на оленей шкуре. То есть, именно подчеркнуть финно-угорские игры, мы проводим перетягивание палки на оленей шкуре. А игры каких народов более популярны в Югре? Ну, те, которые мы проводим, они все популярны. И русские игры... И специальной подготовки не требуют? Ну, конечно же, знания особых не нужно. Но, посмотрев впервые, как это происходит, это легко и просто повторить. То есть, все игры, они доступны, они интересны и они понятны. И в то же время выявление победителей буквально видно любому зрителю. То есть, а нет очков, нет секунд. То есть, мы можем определить буквально сразу же, как у нас... На первый взгляд, палку перетянул, значит, ты победил. Теперь палка твоя, да? Да, да, да. А еще, Константин, в состав команд входят женщины, мужчины, там, каким образом? Да, у нас два участника от команд, и решили провести, чтобы и мужчины попробовали свои силы, так же и женщины. И в перетягивании палки. И в перетягивании палки. Так, ну что ж, будем ждать. Это все будет происходить в один день. Это будет все проходить в один день. Еще раз напомню, в рамках... 11 ноября, да, в рамках форума Юграмы национальной. Осталось совсем немного, дорогие друзья, уже меньше месяца. Константин, большое спасибо. И теперь мы увидимся на этой спортивной площадке. Посмотрим, кто же сильнее в народных национальных играх. Хорошего дня. Хорошего дня.